Слава Украине! Привет всем от Полонского! Страны G7 или G7, как еще говорят, собираются 19, если я не ошибаюсь, 20 мая в Хиросиме и в том числе будут обсуждать новые санкции в отношении фашистского режима Путина и России. Так вот, Соединенные Штаты вышли с таким предложением, и оно, в общем-то, очень правильное и хорошее. И вроде бы какие шансы на то, что его примут. Ужесточить санкции в отношении московской хунты следующим образом. Смотрите, сегодня есть группы товаров, которые запрещены к ввозу на Россию туда, да? Другие разрешены. Предлагается подойти к этому вопросу вообще с другой стороны полностью. Запретить все, вообще любой экспорт на Россию, да? И только оставить некоторые пункты разрешенными. Вот, собственно, и все. Очень правильный. Очень правильный подход. При этом самые основные санкции будут направлены против энергосектора. Ну, оно и понятно, потому что это дает... Это дает расшистам возможность зарабатывать деньги. Плюс не даст им развивать этот самый энергосектор. Имеется, прежде всего, нефтянка. Нефтянка и газовая отрасль в будущем. Потому что они смогут ни оборудование получить, ни технологии и так далее. То есть, речь идет о принципиальном другом подходе, чем тот, который проектировался до сих пор. Смотрите. Если раньше закрывалось это, закрывалось это. То теперь закрывается все. И открывается только то, что не касается вот таких вот самых болевых точек. Типа того же энергосектора. Вот. Это первый момент. И второй момент, который они, что касается России, будут обсуждать. Это наказание или введение санкций в отношении третьих стран, которые помогают России избежать уже введенных ранее санкций. То есть, в принципе, то же самое, чем сейчас занят Евросоюз. Евросоюз свои санкции, G7 свои санкции. Они, дело в том, что они согласованы. И они очень похожи одни на другие. Поэтому шпарынку в этом всем расистам будет найти довольно-таки сложно. То есть, будут подвергнуты санкциям физические и юридические лица, которые помогают расистам на сегодняшний день обходить санкции. Не исключаю, что какие-то страны влетят под эти санкции. Бог его знает. Посмотрим. Может быть, целая сектора промышленностей, либо народного хозяйства данных стран. Посмотрим. Но дело в том, что там, как говорится, умные. Там же не дураки сидят. Они понимают, каким образом можно, допустим, наказать одну страну, чтобы 10 других стран сразу сказали, нам это не надо. И посмотрите, вот не успели там по банковскому сектору пройтись, как, скажем, чешские банки начали закрывать счета там белорусам и россиянам. И даже имеющим вид на жительство в Чехии, да. Как многие банки таких стран, как Киргизстан, например, которые не являются подсанкционными, резко начали закрывать корреспондентские счета для российских банков и отказывать им обслуживание. То же самое Армения. Они просто боятся вторичных санкций. Вот. То есть, очень интересный подход к этому вопросу. Ждать осталось, собственно говоря, недолго, буквально несколько дней. G7 соберется. И, собственно говоря, от того, какие решения примет G7, будет зависеть и то, какие решения примет Евросоюз. Потому что это все, еще раз говорю, очень сильно взаимосвязано. И да, все будет Украина.